Миллион алых роз, вернисаж, еще не вечер, достаточно назвать несколько песен. Образ автора, всегда элегантного, загадочного, в смокинге встает перед глазами. Раймонд Пауз сегодня отмечает юбилей. С 80-летием композитора поздравил Владимир Путин, отметив его вклад в современную музыкальную культуру и уникальный дар, благодаря которому появились десятки мелодий, ставших на долгие годы настоящими хитами. У него и сегодня концерты, репетиции, новые проекты. Его островок спокойствия — дача неподалеку от Риги, где небо глядится в озеро, как в зеркало, а тишину можно вдыхать и выдыхать, будто воздух. Идиллия для человека, говорит Раймонд Пауз, который на языке музыки думает. Рядом со старой яблоней, которую когда-то посадил отец, вздохнет. И ведь терпел же папа, когда сын называл фортепиано «черным чудовищем», а еще проглатывал обидное от педагогов. У вашего мальчика пальцы коротковатые. Так судьба проверяла на прочность. Обычное дело для тех, кто станет классиком. Листья желтые Над городом кружатся Мне когда-то один человек сказал, я готов был тебя убить. Я говорю, почему? Он говорит, у меня номер был рядом с рестораном, сочи, на гостинице. Он говорит, я в 46 или 47 раз услышал вечером, это листья желтые. Он сказал, если был бы 49-й, я готов уже тебе покончить. Еще не вечер, еще не вечер. Это про пауза. Знает формула хита, имеет чутье на звезд. В лайме Вайкуле разглядел талант, когда той было лишь 15. А Валерия Леонтьева, которого чиновники от культуры не пускали на эстраду из-за экстравагантного образа, однажды придумал посадить в зал под видом зрителя, а потом неожиданно позвать на сцену. Я понимаю, что для вас это неожиданность. Шутка с роялем в кустах сработала на ура. Леонтьев буквально проснулся знаменитым. В этом, кажется, весь пауз. Под маской невозмутимости, сосредоточенности, тонкий юмор, когда приписывали роман с Аллой Пугачевой, «Дорогой, нас снимают на память!» отшучивался прямо перед выступлением. У нее сейчас молодежный период. А я в глубоком одиночестве сыграю что-то очень грустное, сентиментальное. С грустью едва боролся сам, когда Примадонна раскритиковала его «миллион алых рост», на слова Вознесенского, но после сдалась. «Миллионы, миллионы, миллион алых рост». Я чувствовал, что она лучше меня. Она будет исполнять, не я. Я могу быть только аккомпаниатором где-то на втором плане. Она ведет песню. Она ее делает хитом или популярным. Популярностью не гордился. Писал музыку для мюзиклов, создавал ансамбли. Детский кукушечка имел неслыханный успех. Устраивал музыкальные конкурсы и даже руководил культурой в масштабах Латвии. И всегда помнил слова мамы. Не живи так, чтобы душа нараспашку. Она не любила, когда к ней кто-то подходит, целуется. Она держалась всегда так. Она любила такую фразу, что это фальшь. А жить так, чтобы без фальши, по-паусовски. Это полвека с любимой женой, со своей Ланой. Уже отпраздновал золотую свадьбу. Это всегда быть занятым. Готовит альбом посвящения своим близким. Это вот так, гулять вечерами по любимой Риге. И всегда смеяться над собой. Просто потому, что так дышится легче. Екатерина Березовская, Татьяна Бодрова и Наталья Стойнова. Первый канал. К юбилею композитора Первый канал подготовил и премьеру документальный фильм «Миллион алых роз». Смотрите в эту субботу.